всем привет друзья как у вас дела у нас дела отлично сегодня день закупа последний раз мы закупились 6 дней назад по моему дави к на 10000 рублей но продукты уже закончились мы в этот раз прям очень много ели я имею ввиду что было все вкусное поэтому мы ели и продукты закончились короче поэтому мы решили на один день пораньше приехать погулять торговом центре и потом уже поехать сделать закуп вот закуп продуктов сегодня и пожалуй это будет последний наш закуп с викой да потому что потом она уже улетает уже пора будет лере пойти в школу и мы зашли в детский мир и вспомнили тут свека как вот раньше мы любили ходить по детским магазинам еще знаете в чем фишка я-то родила на два месяца раньше века ходила беременная и каролина родилась она любила очень немного спать и вот мы ее укладывали в коляску да я ее покормлю я груди кормила и на три часа вот так вот ходили гуляли дамы и на улице гуляли с ней потом магазине гуляли шатались и вот нам нравилось это потом когда вика родила она думала что мы также будем и следы ходить но не тут то было она орала на весь магазин на всю улицу что вика первый раз когда пошла с ней гулять я больше гулять ходить не буду но потом все равно как-то мы приноровились она чуть постарше стала и мы вот так вот гуляли с ней постоянно смотрели разные там детские вещи покупали все высматривали коляски последних моделей там свой сколько века колясок поменяла за тот период пока они нужны были это просто не сосчитать и я смотрю разные какие-то новые начали появляться суши это если второй ребенок будет нам же нужно будет тогда все это тоже изучать а в корее знаете выбора колясок именно почему-то такого нет вот так у нас в россии например я конечно не знаю как других странах но вот в корее есть там допустим 5 моделей но 10 будет а у нас же как есть же магазины прямо вот только коляски да там и санки там автокресса вот здесь еще мало и не выдержите смотрите какой маленький бодик она это для новорожденных то что вешать и швы на выписку маленький но это лере как раз подошла бы она три кило родилась до 380 380 каролина 3 450 раненько было прикинули пусенькой такой да вот такие вы носили бодики бабушка сегодня загорелась купить детям игрушечные коляски беру увидела захотела но в том магазине была только одна коляска она не может купить только например лере то есть она покупать всегда двоим и лере и королине поэтому вот приехали в магазин черночки мы возьмем мы поделим эти коляска поиграем месть когда те в корее ты оставишься здесь и езжа кори хитрая не обещал как вы будете это перевозить но можно в ручной клади ну понимаю ну ладно два чемодана и надо будет закину здесь меня ну ладно чемоданы она просто сдать в багаж ну ручной кладь вика будет катить а коляску будет катить лера ну там еще какой-то пуфик там еще какая-то сумка нет у нее рюкзак будет еще и вот эту коляску она туда положит хомяка своего и все нет геморрой вон тебе чё вот визуализация тебе чё нет конкретно здесь поняла это люлька вы извлекается то есть она полупрогулочная она не такая будет она слушай это как у тебя уча здесь покупали я даже не помню сколько она за пустой мне здесь написано тысячи прикинь а здесь 1080 разные цены ребятки да это эти кроссе они маленькие мы им таких по 10 штук когда им по три года было покупали они уже выросли я только что вспомнила что у каролина была точно такая же коляска просто у нее столько игрушек что я не помнила что конкретно есть нет тапочки для куклы и короче у него как-то было мы ее недавно выбросили то что каролина сама на ней каталась и сломалась перекладина а у нее тоже такая же было же только красного цвета у тебя была а я и забыла у нее все было там может два в одном была но такая большая была у тебя а как тогда твоя задница в нее поместилась она большая была каролина смотрите какие пушистики шпицы хочу вот эти умненькие это кто такие шпицы ой бедняжки теперь мы уже в глобусе знаете от чего мне жутко от того что вы здесь кроличьи тушки продают не знаю как то мне не очень я конечно кроликов ела в детстве потому что я не знала что это кролик это мол это курица а еще увидела что такие маленькие тушки цыплят продают видите какие они маленькие сейчас еще здесь покажу вот есть вот маленькие получается а есть большая а такие маленькие очень первый раз вижу но они недавно только появились какие-то корнишоны корни корнишон я не знала что такие есть эти курочки цыплятки жарит а ну я не знаю мне как-то не очень как-то обычно курица больше по душе абортированные да это пожалуй будет последний закуп бешеный потому что вика с леры потом уезжают поэтому мы столько много уже покупать естественно не будем здесь уже много чего набрали я вам домой приеду как обычно покажу нет эти мармелады убери тогда это ведро зачем ты его взяла хариба выбери один это посмотрим серж меня критикует я ему говорю давай что-нибудь возьмем чаю потому что века уедет я больше не смогу составлять компанию тебе пить чай с вкусняшками я же начну худеть и серж говорит если ты так себя успокаиваешь то ты так относишься к тем людям которые всегда начинают худеть в понедельник а соответственно я никогда не похудею нет я похудею серж меня тебе зуб даю зуб даю у меня есть один лишний зуб мудрости его тебе я дам и ты тогда будешь мудрый как и я ну хотя у тебя сколько у тебя еще три зуба осталось да значит и мудрее чем я гляньте что у глобусе появилась вот такие корейские бич пакеты это кимчи да это корейские я такие покупала в корее это это чем блин это говядина а это чемпун поняла это чемпун это а там написали чемпун темпом ну это морепродуктами да это тоже бич пакеты слушай мне нравится глобус что здесь разные товары пока не кап и не хочешь серж хочешь попробовать кимчи это сейчас каролина увидит они уже пришли они дома эти хочешь бери суши варенье еще следующем что ли пойдем что вы тут все выбираю себе то книжку выбрали то выбрали теперь раскраски еще что-то лучше книгу возьмите дети мясно все здесь такое столько много всего интересного чего там дела че это чтобы она для вязания спицей что ли мама хочет каролину научить вязать заяц будешь вязать теперь у нас серж не позволяет прикасаться продуктом он сам все раскладывает по своей системе даже в сумме марш а так можно было да а можно ты дальше не будешь позволять они там пошли не но здесь то я могу выложить на ленту иногда чертюль мне например а так серж меня в ежовых рукавицах держит вы просто его не знаете какое куда серж серж меня даже иногда бьет раз день это иногда чек у нас сегодня снова практически на 9000 рублей учитывая еще скидку и смотрите какой длинный чек у нас нам дали там какой-то купон можно принять участие в какой-то там акции розыгрыше и выиграть машину а до этого мы в глобусе выигрывали огромный огромный гриль мы заняли первое место тогда прикинь люди приходили за там за сковородками за утюгами а мы пришли забрали вот такой огромный гриль который еле багажник поместился потому что здесь мы закупаемся и у нас постоянно видите такие огромные суммы и поэтому мы быстро набираем эти купоны фишки всякое такое чего не здесь есть по традиции взяли мороженое в общем каролина лере показала как можно прикольно сделать мороженое двойное стоя у тебя здесь это до лера любит шоколадное мороженое каролина любит обычный пломбир поэтому каролина взялась и белая лера шоколадный смотрите как прикольно так засовываешь и все двойная порция в вики у всех мороженое я не люблю мороженое пойдем в смысле чем мороженое ты мне как это твое мороженое я тебе сказала пойдем мы прошлый раз купили мороженое в общем если вы помните почти на 1000 рублей там разные сникерс баунти марс и так далее батончики хотели их попробовать просто ради интереса но так случилось что дети их съели и и не один из нас из взрослых имеется ввиду ней не ел то мороженое а зайцы вы все съели сами да и так мы много всего взяли что аж на стол снова не умещается пришлось навалить вот так как есть давайте покажу вам что же мы купили я взяла рукава я очень люблю ее в салат всегда либо добавляем либо просто салат из рукава с помидором черри очень вкусно потом еще дело такие постилки мы постоянно их берем каждый закуп это правильные сладости не их можно брать либо собой куда-нибудь либо же просто с чаем допустим пить или дети например пускает еще такие постилки взяла одну пачку чтобы века отвезла тете в корею тесто слоеное безрожевое мама будет что-то печь она постоянно это делает я взяла здесь кусочек свинины специально большой потому что я собираюсь делать кукси пока века не уехала такой да семейный ужин у нас будет и значит дела для этого очень много мяса сверх тоже любит кукси поэтому я даже сниму наверно кукин как опять курицу взяла вот такую это филе грудка точнее без кожи без ничего я всегда такой беру и говядину смотрите какой огромный хороший кусочек прям вообще шикарный кусочек я не знаю здесь сколько у нас говядины на 900 рублей почти но это наверное ну вот полтора килограмма короче классная говядина муку взяла пшеничную просто обычную для хлеба и вика любит именно с добавлением пшеничной и цельнозерновую тоже для хлеба рис краснодарский вот такой последнее время берем ну вроде как неплохой и ладно потом я еще взяла значит колбасу такой местный хлеб называется это просто колбаса по-баварски в глобусе подается целую такой ломать здесь килограмм также еще из круп я взяла такую крупу овсяную но включите свет не дробленную ее мама добавляет когда готовит рис слушай а чё мука что ли просыпалась линяная прикинь она просыпалась ты потом ее пакет положила или от ее пакет положила и она просыпалась пакете хорошо что ты ее пакет положил лишь она все порвалась там подтяженностью бумага лопнула наверное подсолнечное масло каролина до яблочный уксус последнее время не используем обычно столовая берем такой яблочный и он полезнее намного также для того чтобы сделать кукси мне понадобится вот такая капуста пекинская и она сейчас стоит достаточно дорого потому что ее не сезон вот но я взяла все равно потом соки это каролина собой школа будет носить у нее как раз скоро уже каникул закончится спрашивали почему у каролина каникул потому что у первоклассник дополнительно феврале еще есть неделя каникул сменный модуль для нашего фильтра это октимэль дети пьют последнее время когда вместе они пьют а когда по раздельности они вообще ничего не едят ничего не хотят а вместе они очень хорошо приедет и пьют и вкусняшки обычную еду помидоры на салат обязательно помидоры четверть раз не было нормальных черепа пришлось взять большие помидоры яблоки взяла такие чтобы мама пироги делала яблочные не взяла специально сезонные мне кажется что они на пироги будут лучше чем вот эти вот всякие которые как под один мандарины но это мандарины у нас из машины остались на собаку собрали нас счет там чтоб нам 15 холодильники чеснок дела нужен будет мне тоже для того чтобы кукси дело да и вообще чеснок мы всегда любим его нужно есть потому что сейчас вирус входит морковь лимон один взяли это чай чтобы пить с утреца чернослив это мама взяла для хорошего стула в этот раз она решила взять побольше сразу чернослива пол килограмма на развес и а его он тоже сделает запеканку какую-нибудь с айвой также взяли сок большой гранатовый такой любимый это дети дома пьют сок и варенье смотрите наш целых три баночки взяли вишневая клюквенная и черничная до этого клюкви на черничной не брали решили попробовать вообще в этом году как-то на варенье очень подсели а варить естественно у нас никто не будет его поэтому мы его покупаем и все едим что самое интересное вот а я в детстве вообще не любила варенье так что взяли три упаковки семечки от мартина да пока решили брать от мартина потому что в принципе они нормальные нам нравится пока потели на них лук взяла вот такой фасовный я обычно никогда не беру фасованный потому что там всегда гнилой попадается еще что-то но вот раз решила времени не так уж и много было думаю ладно возьму фасованный огурцы взяла это я буду делать салат огурцы для кукси обязательно также я взяла сметану чтобы есть творог вот как раз таки творог взяли мы три упаковки века до сих пор все хочет сделать сырники если будет сырники делать будет сырники делать а если нет то просто так его съедим потом я не смогла пройти мимо перцы чили вы меня знаете очень люблю острый перец и вот такой перец чили для меня уже не такой острый но для хорошего пищеварения перец чили прям жизненно необходим риет дела лососевой лососевой лера очень полюбила риеты бутерброды с ними с утра ест просто на ура поэтому я взяла один из тунца а другой из лосося и вот такую печеночную колбасу взяла она как паштет идет века ее любит пока она здесь пусть ест сливочное масло да вот такое взяла бутерброды так как у нас с утра идут когда мы все вместе завтрак и еще взяла такой мягкий сливочный сыр называется каймак но естественно мне кажется это не каймак это просто мягкий сыр но я все равно взяла из-за названия каймак вот взяла да попробуем посмотрим уже в магазинах продают я вообще удивилась на самом деле то что раньше таких вещей вообще нельзя было найти магазинах а сейчас в глобусе даже есть и укроп взяла в корее кстати укроп не продают а если даже и продают то не во всех магазинах представляете а я буду когда готовить не укроп понадобится потому взяла побольше века тем более укроп давно не ела свеклу мама взяла две пачки уже сразу почищенную и нарезанную салат сделать так намного удобнее свеклу брать потому что если вы возьмете допустим свеклу обычную еж нужно почистить нарезать это сколько там с ней возьми блин с этой свеклой проще вот такой взять ее и мыть не надо но уже готово так еще сердце вот такие все-таки захотела вахли голландские помните мы покупали одну такую упаковку но никто из взрослых не попробовал потому что дети все съели и я не знала не вкусные нет все же у меня просто вкусный нет я говорю не знаю а потом я увидела в комментариях мне написали что именно вот эти они вкусные идут с карамелью поэтому мы решили послушать зрители и я тебе говорю подписчики нам цели что вкусно тогда бери две пачки вот взяли две пачки это века взяла на подарок шоколад мерси вот заберет с собой сыр для того чтобы делать горячие бутерброды каролина любит вообще просто расплавленный сыр до его ли она прямо этот кусок у так расплавит и будет есть прошлый раз я взяла копченое сало естественно у меня нет возможности найти сало такое вот прям найти белое белое и вообще сало там был один только вид в глобусе вот этот и все нежно рынке не хожу может потом когда-нибудь схожу посмотрю может там сало но мне понравилось мама заправила перцем кинзой и было вкусно поэтому взяла даже серж начал есть потом мы с вика вспомнили свои студенческие годы и мы тогда ели сочники постоянно вот я взяла сочники с творогом сейчас чаем их попьем корицу вот взяла корицу вот такой три штучки это ты же сказала к яблокам тебе корица нужно правильно и чай добавлять потом еще дети захотели вот такие какие-то батончики взяли себе сладкие но это ладно они здоровое питание типа туда-сюда поэтому я не против зубочистки взяла зубочистки у нас тоже имеет свойство заканчиваться лера взяла жевательные конфеты кисло-сладкие каролина взяла хариба я тоже очень люблю хариба но я люблю мишек червячков так мне неудобно есть просто и вот раз вот такими пузырьками шариками взяли йогурт от саушкина сам один вот с такими розовыми и шоколадными лиры возьми 4 штуки я взяла сардельки с сыром они были тоже вкусными поэтому я взяла побольше но и последняя неделя века здесь поэтому пусть ест потом из сладкого в этот раз мы очень много взяли сладкого вики прям захотелось чак-чак я купила такой с кунжутом потом из восточных сладостей что мы еще взяли по хлаву она оказалась такая же прям вот как продается таких вот восточных магазинах смотрите мы в турции держим обжирались пахлавы чем взяли вот такой тот сейчас будем часть не пить и еще мы взяли корр а тут такой медовый с кунжутом так что у нас к чаю сегодня очень много кучу ватные диски у меня заканчивается поэтому я взяла спицы и линейка каролине школу нужно было именно деревянная 20 сантиметровая решили сразу купить так и редьку мама взяла будет делать кимчи редька на удивление сейчас хорошая раньше она была пустая и еще я очень люблю такие помидоры маринованные и вот именно вот эти трехлитровые они такие вкусные я их постоянно покупаю время от времени пока они мне не надоедать и найди едят и я все очень люблю маринады но естественно мы же здесь не закрываем маринады в квартирных условиях поэтому я покупаю ну лень а это стратегически важный товар туалетная бумага тоже взяли сразу так что вот такой у нас получился закуп здесь мама уже половину все убрала сердце попросила открыть банку я постоянно думаю но мы не будем больше маринады покупать поэтому не покупаю открывать для таких крышек и я сейчас сразу наложу значит вот сюда в контейнеры которые были подарены маме вот стеклянные и почищены на сразу да почти сразу помидорки сейчас ужинать будем в общем вот так выглядит на суши я забыла сюда маринад налить а я себе перчик чили уже приготовила а это супчик серже а я себе супчик набрала с перчиком я люблю мама сюда сушеный перец положила очень вкуснятина мы решили все разом опробовать пахлава немножко с сырыми орехами но это часто так бывает хворы вкусными то на отлично а вот вот эти печеньки с карамелью которые вафли яшкина все же тоже понравились еще мы открыли сочники с творогом тоже вроде ничего но слишком сладкий я люблю где не так сладко сегодня много прямо сладости до поели а время половины 9 сегодня был достаточно насыщенный день сейчас я уже буду сидеть за компьютером где-то часа два а потом уже ложиться спать поэтому обязательно ставьте пальчик вверх под этим влогом смотрите предыдущие влаги если вы пропустили подписывайтесь на мой канал на викинг канал ссылка на него будет внизу описании под этим влогом и увидимся с вами уже завтра всем удачи и всем пока пока пахлава